Вор в законе Азиз Батукаев Кыргызские власти не просто освободили его из зала суда, но и сопроводили до аэропорта и посадили самолет. Тяжело больной раком последней стадии Азиз Батукаев, по прогнозам врачей, мог умереть. Однако произошло чудо. И до сих пор, вот уже 7 лет, Батукаев успешно продолжает свою криминальную деятельность. А кыргызские чиновники, причастные к освобождению Азиза Батукаева, один за другим занимают место на нарах вместо Батукаева. Дело Батукаева, пожалуй, стало одним из громких и постыдных для страны коррупционных скандалов за последнее десятилетие. На фоне последних арестов, говорит ИВ, решила провести журналистское расследование и рассказать, кто и как освобождал бандита. Лидер крупнейшей в стране бандитской группировки Азиз Батукаев был несколько раз судим. В сезон Арына он был отправлен из-за бунта в колонии, в ходе которого был убит брат кримавторитета Респека Акматпаева. Но в августе 2006 года Батукаев был оправдан по делу об убийстве депутата, однако получил 16-летний срок по другим обвинениям. В 2008 году к этому сроку были добавлены еще два года за нарушение режима. Ему оставалось отбыть 8 лет в колонии. Редакция в расследовании использует архивные материалы протоколов заседания депутатской комиссии и сессии Джорку Кенеша. Операция по освобождению вора в законе Батукаева была начата еще в 2010 году. И только в 2013 она была успешно реализована. Это был не побег. Кыргызские власти подарили вору в законе свободу. По расследованию причин его освобождения была создана депутатская комиссия под руководством Болота Шера. Ко освобождению Батукаева подошли основательно. К этому процессу были подключены все государственные силовые структуры. Ключевая роль в этом была определена Государственной службе исполнения наказаний. Постановлением Нарынского городского суда Нарынской области от 9 апреля 2013 года удовлетворено представление администрации учреждения номер 24, это СИЗО 4 города Нарын, КСИН об освобождении осужденного Батукаева от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. Решение суда было вынесено на основании заключения, специальных медицинских заключений. Медицинское заключение врачей было выдано также в короткие сроки. Министерство здравоохранения в феврале получает письмо от ГСИИН с визой с заместителем министра Калиева о необходимости организации консультации врача-гематолога в Нарунскую колонию. Согласно протоколу заседания Депутатской временной комиссии стало известно, что 27 февраля врач Иралиева определила Батукаеву диагноз «хронический вирусный гепатит С», но с минимальной степенью активности. 28 февраля сданы мазки костного мозга в лабораторию. Через несколько дней Батукаеву узким кругом лиц был поставлен диагноз «острый мелобластный лейкоз», подписанный Эмилем Макимбетовым. Данный диагноз был поставлен без участия врача Иралиева. Онкологи утверждают, больной с острым лейкозом без лечения, без химиотерапии умирает через 3-4 недели. В нескольких письмах мы написали, что его надо лечить в онкогематологическом стационаре. Диагноз определен. И Гусеин снова перенимает эстафету по освобождению Батукаева. Но вместо определения лечения в местных клиниках, Гусеин ходатайствует о полном освобождении осужденного. Согласно показаниям исполняющего обязанности заместителя начальника СИЗО номер 4 города Нарын Телека Аболгазиева, именно он внес представление в суд об освобождении Батукаева. Однако стало известно, что Аболгазиев стал исполнять обязанности руководства за несколько дней до освобождения осужденного. Причем приказ о его назначении был подписан после того, как Батукаев покинул страну. Сам приказ номер 58, личный состав от 28 марта. В тюрьме в 7 марта издается приказ. А он из 25 марта будет? Ему возлагает, на него возлагает исполнение обязанности с 25 марта. То есть до того, как еще, задним числом, 3 кг. Мурта охват халу имен халу. А на кем был приказ, Нарын учреждения сна Баралекте, Бархану 10 апреля валютат. Буна резолюция дагы штамптан, входящий дагу 10 апреля. Был приказды колына алып, Личне диаласына тигелмей сайен, Он не должен был. 赤л 4 апрэльда уже как из колына и шабиасын, 7 метроват эти. А сит 5 апрэльдери, Приставление в кол кой, Бул, чикканда дектора. Азр, азр, азр. Приказ, ал электрены, сит, приставление дагаарда гиргизген молокас. Приставление, сит, сит, колу, мы, и я занято. Бух, Чена чанник аториотарда дагаарда келпе, Гавчал, Жукова, Председатель Нарынского городского суда Чапар Эрматов настолько проникся сочувствием Батукаеву, что рассмотрел дело о его освобождении в рекордный короткий срок и решил, что Батукаев должен быть на свободе. Решение суда было передано родственникам в этот же день. Отпускает осужденного из зала суда только в случае оправдательного приговора. По закону решение по Батукаеву надлежит обжалованию в надзорном порядке в Верховном суде. Но Батукаева отпустили без церемоний. Сот, как началось? Сот началось 9 апреля, 14-15 апреля. Сот началось 10 апреля, 14-15 апреля. и антепс довериямистардын, мы с секретарем помощниками берегим, кем качалу? 15-15, 15-15. 16-18. 16-18. 16-18. 16-18. 16-18. 16-18. 16-18. 16-18. 16-18. Освобождение Батукаева попало на видео, где видно, что его сопровождает представитель ГСИИН, в частности, советник Зарылбека Рысолиева Колыбек Качканалиев. После суда Батукаев становится свободным человеком, в чем была необходимость того, чтобы его сопровождали до аэропорта? Представитель ГКМБ, выступая в Джигуркукинеше, тогда ясно указал на то, что сопровождение было организовано ГАСИИН. Но тогда глава ГАСИИН опроверг оперативную информацию ГКМБ, заявив, что не предоставлял охраны для Батукаева. Паспорт Батукаеву также был выдан на нарушение законов. По некоторой информации, постановление о выдаче паспортов, осужденном между ГРС и ГАСИИН, не было зарегистрировано в Минюсте. Именно поэтому незаконному постановлению выдали паспорт Батукаеву. Бывший глава ГАСИИН Заролбек Расалиев утверждает, что вместе с Батукаевым паспорта получили все заключенные, которые подавали заявку. Однако по информации депутатов Джогар-Кукинеша, по закону сначала выдают справку об освобождении. Со справкой Батукаев должен был поехать в Токмок, встать на учет в МВД и ГАСИИН, потом уже получить паспорт. Куда смотрели прокуроры, задавались вопросом депутаты. Прокуроры, по заверению бывшего руководителя надзорного органа Аиды Соляновой, действовали в рамках закона. Прокурордың кеймыл аракетінде эчхандай мейзам бұзу жоқ. Ушындай дарыланышы керек деген, менздрафтын, ошу, медиктердің заключениялары бар болшу. Бізді ошу маселены оғамыз бірок. Ақырқы заключениясында, ақырқы жанағы, эм, уже авторитетный заключения бергенде, гөп специалисттер бергенде, ГКМБ знали об операции. Чекисты утверждают, что узнали о полете Батукаева в Грозный в 6 часов вечера 9 апреля. Но спецслужбы решили тогда, что все проходит по закону. Препятствующих было решение суда, других препятствующих моментов не было. Все документы были в порядке у него. В парламенте депутаты задались вопросом, как осужденный Батукаев прошел через пограничный контроль. Манас аэропортының чекаратчылары, ол, манас аэропортының чекаратчылары, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В протоколах депутатской комиссии обозначается и роль омбудсмена в принятии решения по освобождению Батукаева. По заверению судей Нарынского суда и главы ГИСИИН, только омбудсмен ходатайствовал об освобождении Батукаева, где он ссылается на то, что врачи рекомендуют лечить его за рубежом. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сам Турсунбек Акун, выступая перед Джокуркукинешем, заявил, что чувствует себя обманутым. Но он не мог ответить на вопрос, почему из многих его ходатайств об освобождении больных заключенных шанс умереть по-человечески выпал только Батукаеву. Субтитры делал DimaTorzok Как известно, Батукаев улетел на частном самолете рейсом Бишкек-Грозный. Отмечалось, что Батукаева на самолете встречал сын Шамиля Таханова. Однако, согласно протоколу заседания депутатской комиссии, стало известно, что менеджер хендлинговой компании, которая производит наземное обслуживание судов, допустил опечатку в форме запроса в пункте «Встречающая сторона». Выяснилось, что Батукаева встречал депутат Чечни, Заурбек Зелимханов, и самолет принадлежал ему. Во время рассмотрения дела Батукаева в парламенте встал вопрос, что за всей этой аферой может стоять самый влиятельный чиновник в стране, под номером один. Очень нездоровые слухи идут, это до вас тоже дошло, наверное, как до куратора всех профильных органов, что это решается на самом высшем уровне, на уровне президента, говорит. Но кто-то хочет использовать это, якобы, что просьбу президента Чечни мог исполнить только президент Кыргызстана. И то, что совпало с визитом президента Турции, мы знаем, что вы там тоже знаете, что Турция на руках носит чеченцев, очень большая авторитет чеченцев в Турции, что все это взаимосвязано. Шамиль Атаханов мог бы привести следствие к главному заказчику этой невероятной операции. Однако есть информация, что ключ к разгадке может лежать в Совете Безопасности. Он знал об этом, знал, да? Сатавалды. Кто? Сатавалды, премьер-министр, знал об этом? Я ему не докладывал об этом. Да. Я... Эта информация была у меня. Она не заслуживала того, чтобы я ему передавал это. Это была процедура, предусмотренная всеми законодательными актами. Хорошо. Атамбаев, вы не знаете, что это? Я не могу знать это. Я никому не докладывал. Что интересно и тогда, и сейчас, сам Алмазбек Атамбаев старается не комментировать этот вопрос. Да и члены его партии тоже пытаются абстрагироваться от темы воров в законе. Сегодня говорит о том, что подбираются к Алмазову Атамбаеву и уже нагло, цинично настолько. Как видно, почти все силовые структуры Кыргызстана знали об освобождении Батукаева до того, как он покинул Кыргызстан. Операция по спасению воров в законе прошла на отлично, если бы не одно «но». Вопрос коснулся имиджа страны, которая не могла справиться с одним криминальным элементом. Более того, государственные чиновники пошли на нарушение закона, исполняя чей-то заказ. Но на выпады депутатов чиновники находили оправдание, а призывы обратиться к совести так и повисли в стенах Белого дома. Когда работает закон, здесь моральная ответственность уже не играет роли. Когда до закона играет роль моральная ответственность, потому что право вытекает из морали. В 2013 году депутаты по итогам расследования решили, что в деле освобождения Батукаева был совершен сговор всех государственных структур. Такое провернуть без согласия сверху невозможно. Сегодня по делу Батукаева ожидаются еще аресты. Задержанный врачи была арестована и отпущена под домашний арест. Экс-министр здравоохранения Дамира Сагинбаева. Задержан экс-советник главы ГСИИН Качканалиев. В отношении судей начато досудебное производство. Взят под стражу экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов. Давай, держись, папа. Эта фикция скоро лопнет. Фикцией была болезнь Батукаева. И аферу по его освобождению провернули прямо перед носом у всего народа Кыргызстана. О чем думали те, кто принимал участие в этом сомнительном процессе, знать только им самим. Но как можно было не думать об имиджи страны, в которой за решетку отправляются политические оппоненты, а бандитам – честь и почет. Думать об этом некому. Потому что и сейчас дело Батукаева было поднято против оппонентов действующей власти. Но Батукаев испытывает судьбу, симулируя болезнь. Кто знает, какая напасть действительно окажется для него роковой.